С последней дуэли соперники немного изменили свои составы. В рядах «Шахтёра» на поле не вышел опытный Кудряшов. Зато уже во втором тайме появились новички – Евгения Шихмин и Андрей Шульга. Оба – воспитанники местного футбола. Играть пришлось в парке микрорайонов. На главном поле города газон ещё не подрос. Понятно, что на «Шахтёре» болельщики находятся чуть-чуть дальше от поля, поэтому они их не слышат и не видят. Нет визуального контакта такого близкого. На третьем микрорайоне, в принципе, я рассчитывал на то, что где-то дадут слабину, испугаются. Может, знаете, первая игра не то, что испугается, а переволнуются, скорее всего. Ну, я думаю, я их просил перед игрой, чтобы они ни на кого не обращали внимания, только были сосредоточены на игре и на своём партнёре со своей командой. Только так. Красноучане начали активно и сумели забить быстрый гол. Да какой! Артёму Черкашину помогли Бойко и Левенко. Быстрое достижение цели успокоило игру. Обе команды редко приближались к воротам, если и тревожили вратарей только дальними ударами или безрезультативными забросами из глубины поля и подачами с флангов. У хозяев атаки преимущественно шли через центр. Там заправлялся Рокин, а также через левый фланг Муштоватова. На острие чаще всего оказывались Левенко, Бойко и Когут. Забить кому-либо в первом тайме больше не удалось. Все вопросы о победителе шахтёр снял сразу после перерыва. Сначала Левенко попал в штангу, а затем в течение 10 минут горняки дважды расписались в воротах Лисичанска. Бойко заработал пенальти. Сорокин с точки не промахнулся. Затем забил Муштоватый. Голевую передачу отдал также Андрей Сорокин. При счёте 3-0 гости один мяч отквитали с пенальти. Но почти сразу пропустили в ответ. Константин Дудаков забил первый гол в футболке шахтёра. Воспользовался провалом в обороне соперника. Таких ошибок у Лисичан было достаточно, чтобы довести перевес до неприлично крупного. Но красноучане остановились на 4-1. С Лисичанском мы играли в финал Кубка зимы в области. И знали, что они едут к нам не просто проигрывать, а брать реванш. С тренерами, с игроками разговаривали. Но мы играли дома, поэтому не могли играть вторым планом. Мы не просто выиграли, но и старались показать комбинационный футбол. То есть какие-то те тактики наигранные комбинации, которые мы в подготовительном периоде проходили. То есть всё это было видно на поле. Но опять же сказывалось поле. Может где-то и лучше бы сыграли, где-то хуже. Также и соперник. Один Лисичанск прошли, впереди другой. Соперник шахтёра по полуфиналу Кубка Луганщины – Лисичанская шахта имени Мельникова. Игра состоится 3 мая на поле соперника. Александр Ковальчук, Юлия Чичулина. Новости. Телеканал «Луч».